Всем привет! С вами Светлана Богданова. И сегодня я расскажу о том, какие холсты, кисти, мастихины, разбавители можно использовать для масляной живописи начинающему художнику и где все это приобрести. Начнем с холстов. Я покупаю вот такие наборы холстов грунтованных по 5 штук в упаковке фирмы Brautberg. Они на подрамнике разных размеров. Самый большой 50 на 70 сантиметров и самый маленький 18 на 24 сантиметра. Подходят для работ масляными, темперными и акриловыми красками. Покупаю их в гипермаркете Офисмах по цене 649 рублей за набор. Таким образом, один холст стоит всего 130 рублей. Очень подходящий вариант, на мой взгляд, для тех, кто решил попробовать себя в живописи, так как не вижу смысла покупать дорогие холсты начинающему художнику, делающему свои первые шаги. Теперь поговорим о кистях. Я использую два варианта. Либо синтетику, либо щетину, в зависимости от того, в какой технике работаю. Если вам необходимо нанести тонкий слой краски с плавной растушевкой или лессировочный слой, то подойдет для этих целей синтетика с мягким борзом. Краску в этом случае использую жидкой консистенции, с большим количеством разбавителя. Вот, например, эта картина выполнена в такой технике. Если же я хочу нанести мазки густой краской, иногда даже совсем без разбавителя, то для этих целей подойдет щетина с более жестким ворсом. Вот пример картины, выполнена в такой технике. Мазки достаточно объемные, пастозные. Виден рельеф от щетины кисти. По качеству мне нравятся профессиональные кисти фирмы Браунберг. Приобретаю их в гипермаркете Офисмах. В работе я использую также мастихин для нанесения пастозных мазков. И здесь правило одно. Если картина маленького размера, использую небольшой мастихин. Если картина большого размера, использую мастихин побольше. В качестве разбавителя масляных красок я использую тройник. Но если вы работаете в зимнее время и нет возможности проветривать помещение, то для этих целей лучше подойдет масло льняное для художественно-живописных работ. Оно не имеет запаха, но красочный слой с таким разбавителем будет подсыхать гораздо дольше, чем с тройником. Ну а если нужен совсем бюджетный вариант, то подойдет и обычное рафинированное подсолнечное масло. Тем, кто делает первые шаги в живописи, можно не волноваться, что работа будет испорчена. С красками будет все в порядке и цвета не изменятся со временем. О том, каким должен быть минимальный набор масляных красок для живописи и как их смешивать для получения новых цветов, смотрите в моем следующем видео. И еще, в гипермаркете Офисмах можно оформить дисконтную карту для художников. В итоге покупки будут еще дешевле. На этом все. Если видео понравилось, не забывайте ставить лайки. Всем добра и творческих успехов!